Я просто хочу, чтобы он читал мои мысли, угадывал мои желания и делал так, как делают все герои. Нормально ли встречаться 6 лет, просто предложив перепаять кольца для обручалок без предложения? Я так понимаю, что когда ты писала мне эту смс, она была написана в состоянии расстроенности, грусти, тоски. Что ты 6 лет потратила на этого мужчину, а в итоге он тебе предложил на чем-то очень сильно сэкономить и вообще даже красиво тебя не позвал замуж. А здесь вопрос к тебе и к тому, что происходило эти 6 лет. А что вообще в ваших отношениях происходило 6 лет? Может быть он изначально никогда не был романтиком, но ты просто себе нарисовала в фантазиях, розовые очки одела, что вот когда он будет делать тебе предложение, то он вдруг поменяется, станет прекрасным принцем, который на белом коне с букетом цветов, с Рафаэлкой под мышкой и с бриллиантами в коробочке к тебе придет. Понимаешь, что ты в принципе за эти 6 лет видела, на что способен твой мужчина и почему ты ждешь сейчас от него какого-то особенного поступка. Не знаю, мне кажется, ты просто изначально сама себя обманывала, может быть даже сама себя обесценивала в этих отношениях. И тогда мужчина понимает, что с этой женщиной можно и без предложения, с этой женщиной можно и перепаять кольца бабушки. Вопрос к тебе, женщина. Готова ли ты это проглотить? Это всегда твой выбор. Ты можешь на это согласиться? Да, можешь сказать, слушай, а я все-таки вот по-другому вижу. Мне даже немножечко обидно, что ты предлагаешь именно такой способ. Мне очень хочется, чтобы ты сделал мне красивое предложение, чтобы стал на коленочку, протянул это кольцо и спросил, станешь ли ты моей женой? Я так этого хочу. Сделай это для меня. Если ваш партнер не очень романтичен, помогите ему, подскажите ему. А то вот эта детская позиция, я просто хочу, чтобы он читал мои мысли, угадывал мои желания и делал так, как делают все герои в романах вот этих про любовь и фильмах. Там как-то мужчины прям идеально, они все это умеют делать. Не все мужчины умеют читать ваши мысли. Я бы даже сказала, никто из мужчин не умеет читать ваши мысли, если это не мужчина из ваших фантазий и какой-нибудь киногерой из фильма, те умеют. Потому что у них сценарий. Поэтому подскажите своему мужчине, какой красивый сценарий. Вы бы даже ненароком можно как-то намекнуть на то, как бы вы хотели в будущем получить предложение руки и сердца. Можно просто увидеть где-нибудь картинку и... Ой, как красиво! Я тоже об этом мечтаю. Хитрыми надо быть, девчонки. И потом не обижаться не придется. Потому что вы наперед подготовили мужчину, да, да, подсказали ему, что вам нужно. Можно в лоб сказать, а можно как-то хитренько эту информацию ему преподнести. Вы, кстати, какой тип? Поделитесь со мной в комментариях. Вы те, которые всегда в лоб говорите, вот как вам надо? Или вы из тех, кто хитренько, но подскажет своему мужчине, как вам надо? Или вы из тех, кто будет ждать и думает, что он должен сам догадаться, как сделать мне хорошо, приятно? Подсказка. Третий тип самый грустный и печальный. Потому что эти женщины чаще всего обижены.